итак друзья всем привет сегодня 16 февраля 2020 года итак друзья продолжаем тест бакфаста сейчас мы сходим зимовник посмотрим как он у нас зимует посмотрим сколько у нас он скушал корма за полмесяца и друзья я хотел бы в дальнейшем поговорить с вами о воровстве бакфаста задали мне такой вопрос в комментариях что типа как бы все пчеловоды молчат что как насчет воровства бакфаста я постараюсь друзья с вами поговорить рассказать и дам свое мнение по этому бакфасту итак друзья сейчас мы идем в зимовник и так друзья мы в зимовнике где у меня находится зимующий бакфаст ну что зимовники корма есть мышеловка сработана знаю кто-то ее сработал непорядок надо зарядить давайте начнем с этого термометра итак зимовники у нас 27 градуса тепла в клубе 26 и 9 десятых полмесяца назад я смотрел уже 27 показывает в клубе полмесяца назад здесь по моему было 25 влажность 59 второй датчик показывает 25 в клубе посмотрим состояние нашей нашего клуба ну как бы клуб сидит компактно корма вот у задней стенки мы видим еще есть достатки клуб клуб у нас вот таким образом сидит вот я вижу в этой улочке раз два три четыре пять шесть семь восемь и видим 9 есть еще вот у нас на девяти улочках семья бакфаст мощная сидит очень компактно пчелы пока что не в активном состоянии но это мы можем наблюдать по нашим термометром которые здесь установлены если погонят расплоду их будет уже за 30 в клубе температура но пока что никакого расплода нет никакие биологические часы у нашего бакфаста не срабатывает чтоб они начали гнать расплод но сейчас мы проверим вес нашего улья это все надо убрать это все у нас было раньше взвешенной без всего этого а вот датчик пусть там не находится в дальнейшем 44 и 60 вес улья потом друзья напишу сколько вот в итоге они скушали в летке естественно тут я вижу подборчик есть но проход воздуха есть плюс к тому же отогнуты сзади положишь положок вместе с утеплением перепроверил сорок четыре шестьдесятых ну что друзья будем наблюдать и дальше ну в зимовнике сейчас я скажу тишина повышенного шума нет температура как бы немножко плюсовая вот так все оставшиеся семьи вот так вот меня находятся в три яруса друг на друге это у меня средний зимовник вот так у меня видеоролик об аквасти ну а сейчас я вам расскажу какой этот бак вас насчет воровства где-то у меня опять мурзик тут ходит мышеловку я заряжать наверное не буду пусть лучше у меня тут мурзик ходит ну ладно друзья свет я выключаю какая-то одна пчелка вылетела на свет свет у меня здесь обычный не красный так что я выключаю вот друзья я из зимовника выхожу а здесь мурзик куда бы ни пошел он связал со мной настоящий пчеловод растет скучно здесь тебе еще летом каждый день со мной будешь вот так друзья хотел бы я поговорить сейчас по баквосту. Тут у меня были комментарии на ютубе под роликами про баквост и хотел бы сейчас ответить. Первый комментарий, друзья, был написан о том, вот расскажите как бы пожалуйста о баквосте, о нём говорят, что баквост очень воровитая пчела и многие пчеловоды умалчивают об этом, не говорят. Ну что, друзья, мне ответить по баквосту, так как я занимаюсь сейчас четвертый сезон на своей пасеке тест мне по баквосту. Я как бы с ним работаю и узнал немного о нём, какой он есть, его повадки этого баквоста. Но почему, друзья, не говорят о воровитости? Да и смысла нет говорить о такой пчеле, что она воровитая. Я думаю, если все условия создать в любой пчеле, она тоже окажется как бы предприимчивая. Ну вот тут уже написали воровитая. Давайте пойдём другим путём, друзья. Весна, пчёлы развиваются, что где-то по пасеке какая-то пчела была ограблена какой-то семьёй, какими-то семьями. Естественно, по наблюдению, если мы сейчас разговор о баквосте, мы не можем видеть, чтобы баквост, вот я лично на своей пасеке не вижу баквост, чтобы она с весны где-то что-то тащила, воровала, обворовывала семьи. Если бы эти семьи у меня были бы обворованы, там бы не было кормов, и те бы семьи у меня не развивались, и в худшем случае выват налёт на семью, воровство такого, что убивают матку и разграблят полностью гнездо всё. Такого с весны по семьям я не замечал, друзья. Дальше, идём дальше. Я вывожу на стачок пахвост, но в том году так получилось, на одном тачке, на другом стачке ещё вот, у меня несколько тачков, пришёл медведь как бы мы с ним, он меня немножко пошугал, ревел, ну мы разошлись естественно миром, я выкладывал ролик, что я сделал с этим тачком, я просто-напросто в этот же его вечер этот тачок вывез, и вывез, получилось так, что не было больше мест, я вывез его на тачок, где находился у меня баквост, и это было перед началом главного медосбора, как бы ещё какой-то период был, что они, пчёлы, развивались, особого взятка не было, и что бы я сказал, что семьи стояли, которые на тачке вместе с баквостом, ни одна семья обворована не было. Начался главный медосбор, пчёлы начали активно работать, самые сильные семьи несли естественно всех больше мёда, что кардика работала, что баквост, они сильно друг от друга не отпечались, также были самые сильные семьи баквоста, самые сильные семьи кардика, они внесли мёд, и по три, по четыре магазина на них стояло, на семьях они принесли. Никакого разграбления от баквоста, допустим, кардинку я не вёл, и чтоб кардинку, а баквост тоже. В общем, никакого воровства на этом тачке у меня вообще не было, полностью. Далее я эти все семьи, потом после окончания главного медосбора увёз на тачок, на стационар. И почему слухи ходят о воровстве бакфаста? Я и раньше уже водил пчёл, и с местной пчелой водил пчёл. Это было что выросло, вот допустим, на моей пасеке, бывало что? Бывало такое, что вот по осени, когда снимаешь после главного взятка в магазины, и делал какие-то ошибки, ну какие ошибки делал? Бывало, один, вдвоём работаем, пасека большая, с утра снимаем магазин, и всё прекрасно, солнце пригрело, пчёлы, воровки уже тут как тут, неважно, бакфаст, не бакфаст, но в то время, когда и с местной работал, и местные пчела привязываются, а здесь сейчас, вот на данный момент, могут привязываться, неважно какие пчёлы, камень, бакфаст, ну, речь идёт о бакфасте, может привязываться, да, это же пчёлы, вот попробуйте, друзья, сделайте эксперимент, вы на пасеке летом, выставите одну рамочку, естественно, к этой рамочке слетятся все пчёлы, какие найдут этот мёд, и не этот мёд будут брать из рамочки и нести в семью, если в природе нет взятка, если в природе есть обильный взяток, то не каждая пчела подлетит к этой рамочке, вы все прекрасно знаете, кто водит пчёл, и так идём дальше, какие ошибки я делал, приходилось делать ошибки, работаю, пчела лезет, естественно, я работаю с семьёй, достаю рамочки медовые, тут же воровки подлетают, садятся на рамочки, садятся в улей, и я это всё не спеша отбираю, и я могу привлечь просто воровок на этот улей, естественно, которая пчела взяла уже в зубик мед, прилетела в улей, станцевала свой танец, указала место, и из того улей пошла пчела в тот улей, где она взяла этот мед, естественно, таким образом получается разграбление семьи, такое разграбление бывает очень страшное, такую семью уже трудно спасти, если будет напад пчёл, опять же скажу, друзья, неважно какая пчела, карника, бакфаст или местная пчела, естественно, доходит до того, что они охрану у этого улья уничтожают, заходят в улей, выносят весь мед из этого улья, и в итоге эта семья уже гибнет. Далее, давайте скажем вот так вот, поздняя осень, открытые ледки на пасеке на всю ширину, и если где-то слабенькая семья, а в последнее время бывает слёт и пчёл, где в семье уже остаётся мало пчелы, допустим, мы закормили в авусе месяца семью, пчела была, потом пчёлы отходят, остаётся там клубок пчёл с маткой, естественно, охраны в этом уле нет, прохладные ночи, у ледка пчёл нет, а вот которые сильные семьи, естественно, они в тепле, они как бы утром появится солнышко, они уже согреются, ну как бы на улице тепло, где здесь тоже тепло, за счёт того, что много пчелы в уле, и пчела вылетает, вылетают на улицу, естественно, они ищут где взять мёд, и если нет в природе взятка, естественно, пчела пойдёт, найдёт вот этот мёд где-то в уле, а этот мёд просто не охраняется, это получается как бы вот рамочку вы поставили на пасеке, и пчёлы уже находят её и слятаются, также открытые улей стоят, стоит улей без охраны, с открытым полностью плитком нижним, либо верхним, свободный проход для пчелы есть, и пчела, любая пчела, я считаю, не обязательно бахваст, опять же, все шишки на бахваст, главное что, друзья, весной, главный медосбор, ничего этого не происходило, никакого воровства на пасеке не было, ни с одной пчелой не было, далее, другой приведу пример, если на пасеке у вас имеются нуклеусы, небольшие какие-то, а нуклеусы на три рамочки, опять же, это осенью, в августе, в сентябре месяце может быть, опять же, я говорю, друзья, свой опыт по своей пасеке, если в природе нет взятка, ночи опять же холодные, а вот в этом нуклеусе, там горска пчёл и матка, они за ночь так отстывают в этом нуклеусе, и утром долго не вылетают, и у них леток, друзья, не охраняется, и есть свободный доступ к этому меду, опять же, самые сильные семьи на пасеке, ночь для них не страшна, потому что везде у них тепло, утром появилось только солнце, и пчела вылетает, она ищет взяток, естественно, в природе нет взятка, находят эти нуклеусы, и идет разграбление нуклеусов, ну, а то, что говорить, это бакфаст, варамиты, ну, также, тоже я слышал, говорят и про карнику, ну, я думаю, вот и раньше держал пчёл местную, она также могла разграбить все эти отводки, такие вот слабые семьи, ну, друзья, это, я думаю, закон природы, слабые отходят, остаются самые сильные, и давайте еще раз такой пример приведу, если бы я заметил по этой пчеле бакфаст, что она воровитая, вы вдумайтесь, друзья, если бы эта воровитая пчела у меня осенью на моей же пасеке оставит несколько семей без меда полностью, и я понесу, друзья, убытки, мои те семьи ограбленные, они просто зимой осыплются, тогда зачем мне такой бакфаст, если он такой воровитый, но я вам, друзья, скажу одно, я на своей пасеке такого не заметил, какие я вам привел, друзья, примеры, вы делаете свои выводы, пожалуйста, пожалуйста, поделитесь своими выводами, напишите свои комментарии внизу, у меня под видео, а второе, друзья, по бакфасту, да, мне тут написали, одернули как бы друзья в комментариях, что бакфаст это не порода, да, друзья, я согласен, это не порода, я знаю, что это не порода, я читал, это, естественно, гибрид, так мне и написали, что это гибрид, да, это искусственно выведенная пчела, взятая она из самых лучших показателей, скрещена и выведена такой гибрид, назвали его бакфаст, это все от брата Адама, Ну вот так, друзья, на этом свое видео буду заканчивать, пишите внизу комментарии, кому понравилось мое видео, естественно, ставьте лайки, кто не подписался на мой новый канал, подписывайтесь, там внизу рядом с подпиской имеется значок колокольчик, жмите его, и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала, всем, друзья, пока и до новых встреч, всем удачи, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok